В здании правительства прошло расширенное заседание Координационного совета по внедрению стандарта развития конкуренции. В обновленный состав вошли руководители, представители Центробанка, Федеральные службы госстатистики, антимонопольные службы, уполномоченные по правам человека. Изменения в составе и новые направления работы вызваны в первую очередь реализации основных направлений госполитики по развитию конкуренции. Нам совершенно нужно по-другому перестроить работу по развитию конкуренции, по конкурентоспособности. Нам нужно будет, и это поручение Марине Евгеньевне вам, поручение Смекалину, серьезно проанализировать рейтинг регионов по индексу конкурентоспособности и представить мне конкретный план действий. Конкуренция – это залог развития областной и государственной экономики. Сегодня конкуренция помогает регулировать производство, рынок товаров и услуг, расширять предложения для клиентов. С 2014 года Ульяновской области удалось добиться неплохих результатов. Согласно рейтингу регионов по уровню содействия развития конкуренции за 2017 год, наш регион входит в топ-20 субъектов Российской Федерации. Хотя, по мнению участников заседания, и эти показатели можно и нужно улучшать. Нормальное развитие конкуренции, в первую очередь, это развитие экономики. Это большая экономия бюджетных средств. То есть на одном фланге губернатор с командой усиливает, так сказать, атаку по инвестициям, все решается хорошо на 5 баллов, а другой в фланг проседает. В идеале на рынке должна развиваться здоровая конкуренция, при которой в выигрыше остается потребитель. Однако недобросовестное соперничество встречается намного чаще, и наша область, к сожалению, не исключение. Изменению сложившейся ситуации способствует добровольная национальная система сертификации. Часто маркировка ГОСТ наносится вообще без какого-либо, даже малейшего на то основание. Порой доходит до полного абсурда. На упаковке рядом с обозначением ТУ, что значит, что продукция сделана по техническим условиям, наносится маркировка ГОСТ для рекламы. А если называть вещи своими именами, для введения потребителя в заблуждение. В части реализации национального плана развития конкуренции на родине Ленина разработаны и утверждены ключевые показатели развития. Согласно распоряжению губернатора, регион одним из первых взял на себя повышенные обязательства по развитию конкуренции на 35 ключевых рынках, среди которых здравоохранение, образование, жилищное строительство, недроиспользование, ЖКХ, промышленность и другое. К 1 января 2022 года доля частников на рынке медицинских услуг должна составить 10%. В промышленности цифра должна достичь 100%. В жилищно-коммунальном хозяйстве до 95%. Чтобы достичь таких высоких показателей, нужно будет много и упорно работать всем структурам. Для этого Сергей Морозов и руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области Геннадий Спирчагов подписали детальный план работы на 2019 год. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.